Очередным событием в рамках реализации в Заречном проекта курс «Здоровая семья» стал спортивный праздник. Первыми на старт вышли семьи с самыми младшими спортсменами, теми, кто посещает детский сад или начальную школу. Отважились выполнить задания четыре семьи, одна из них – Пресняковы. Над предложением поучаствовать в веселых стартах согласились, не раздумывая. Семья всегда должна быть вместе, она как-то сплоченная, и поэтому и дети всегда рядом с родителями, и родители видят, как растут их дети. Поэтому я считаю, что вместе мы вообще силы. Участникам предстояло преодолеть шесть эстафет. Все они знакомы детям, в подобных состязаниях они участвуют на уроках физкультуры. А взрослым пришлось вспоминать школьные годы, когда они тоже занимались с мячами, обручами, выполняли упражнения на меткость, ловкость и гибкость. Впрочем, проигравших не было, все успешно справились с заданиями. Соревнования очень простые. Призы получат все от нашего профсоюза и частично от корпорации «Русатом». По итогам соревнований две команды поделили второе место и две первые. В числе победителей семья Петриных-Плужниковых. Отправляясь на соревнования, задачу победить не ставили. Планировали весело и с пользой провести время вместе. Мы не связаны со спортом. Ну, катаемся в велосипедах. Активный образ жизни, но не спортивный. Нам объявили в группе об этом конкурсе, и мы решили принять участие. Просто поучаствовать. Но это родители пришли просто поучаствовать. У самого младшего члена команды Артема была своя мотивация. Потому что мы думали, что нам дадут конфеты. Сладкие призы достались всем участникам соревнований, а еще дипломы и ценные подарки. В рамках проекта «Курс «Здоровая семья» в Заречном пройдет еще творческий конкурс «Спартакиада» и ряд других мероприятий. Реализацией проекта занимаются активисты территориальной организации профсоюза ЗАТО «Заречный». Этот проект получил поддержку Общественного совета Госкорпорации «Росатом» в рамках конкурса социально значимых проектов 2019 года. Елена Степкина, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный».